Почему опыт большевиков актуален и как искоренить стратегию удушения коллективного запада? Об этом рассуждали на традиционном митинге на площади независимости. Там же несколько сотен белорусов возложили цветы к памятнику Ленина. Это уже традиция на каждую годовщину Октябрьской революции. Здесь, у Дома правительства, собираются общественные объединения, организации, представители ведущих заводов и университетов. События 104-летней давности чтит и молодежь. На собрании выступили и идейные коммунисты, которые подчеркнули важность закрепленных в 1917 году прав. Например, на бесплатное общее и профобразование, право на работу и бесплатное медобеспечение. Кроме того, вспоминали военный опыт и монолитность общества в те годы. Наши предшественники показали, что ничего невозможного нет, что нужно бороться за интересы трудового народа, крестьян, рабочей интеллигенции. Запад не знает, что творит. Мы должны показать и дать отпор. И это касается не только Республики Беларусь. Под санкциями на сегодняшний день большое количество государств. Поэтому на сегодняшний день мы должны объединиться не только общественными силами, но и политическими силами в мировом сообществе. Сегодня патриотическое общество, в том числе молодежь, переживает второе дыхание. И это дыхание слышно далеко за пределами нашей страны. Так наши ребята сейчас активно работают по тем депутатам парламента Евросоюза, которые, не понимая, что они делают, голосуют за очередные пакеты, даже не вникая в ситуацию. Мы направляем письма, мы даем сигналы обществу. И та молодежь, которая сегодня пришла отметить праздник, как отметил глава государства, который направлен на то, чтобы провести очередную ревизию, обозначить гражданам, как много делается в нашей стране. На торжественном собрании приняли и резолюцию в честь годовщины праздника.